Особое мнение на 101FM Инициативное бюджетирование Этот офис был создан буквально в этом году А самим инициативным бюджетированием ПМИ Если кто-то не понимает Проект поддержки местных инициатив У Истоков его практически стоял Михаил 10 лет назад И все эти годы им занимается активно Эта вещь очень важная На самом деле касается буквально каждого из нас Потому что Что такое инициативное бюджетирование Простыми словами Это когда граждане сами могут распоряжаться Непосредственно напрямую частью бюджета Муниципалитета Города, села, деревни, региона И эта практика Была введена 10 лет назад В Кировской области Тогда было буквально 2-3 региона А сейчас их сколько, Миш? 65, насколько я помню 65 И причем Такая весомая добавка Где-то в регионах 50 Она случилась за последние 2-3 года буквально Да, 2015 года 2015 года И позиционируется введение Такого массового инициативного бюджетирования Как повышение гражданской активности В общем, гражданской активности Граждан Российской Федерации Насколько действительно состоятельным Этот процесс оказывается сейчас Вот эта тема, пожалуй, которая на повестке дня стоит Давай начнем разбирать историю С инициативным бюджетированием в России С небольшого такого вопроса Но для Кировской области достаточно значим Потому что мы в своих эфирах часто о нем говорили Быть или не быть закону Об инициативном бюджетировании в Кировской области Мы знаем, что в 6 регионах Российской Федерации Законодательно Закреплена там цифра, процент от бюджета Который граждане могут напрямую распоряжаться В других регионах он не принимается Или обсуждается принимать его или не принимать Плюсы, минусы принятия и непринятия законов Хотелось бы, чтобы ты отметил Ну давайте я начну с того, что Везде во всех тех 60 лишних регионах Где применяется инициативное бюджетирование Так или иначе правила есть То есть есть просто не на уровне закона Потому что закон это высший региональный нормативный законодательный акт А он просто разрабатывается в других формах То есть у нас, например, реализация проекта по поддержке местных инициатив Который является одним из таких основополагающих, наверное, проектов В системе инициативного бюджетирования Он действует на основании постановления Которое вышло еще в 2009 году И на самом деле тут нужно говорить скорее не о том, нужен или не нужен закон А нужно говорить о том, какая система норм разработана Насколько она детализирована Насколько она соответствует с целями инициативного бюджетирования И каким образом она, собственно говоря, как она работает Потому что все-таки инициативное бюджетирование Это скорее инструмент, это технология С помощью которой происходит диалог между властью и жителями Естественно, что там присутствуют бюджетные деньги Естественно, что там присутствует инициатива граждан Естественно, что есть желание улучшить жизнь граждан В результате этого процесса Именно то, как в Кировской области это и сделано Именно те эталоны, те результаты, то воодушевление Которое очень долго присутствует, скажем так, в регионе От этого процесса Оно, в общем-то, и толкнуло всю Российскую Федерацию на развитие Мы бы не говорили о том, что мы там один из регионов По сути, когда мы запускали и смотрели на Ставропольский край В Ставропольском крае тогда уже процесс затухал Но то, как было сделано, выстроено, в том числе законодательно В Кировской области Это дало толчок к вот такому институциональному развитию везде Я не буду углубляться, могу говорить об этом долго Но в чем суть? У нас есть на сегодняшний день проект закона Он два года лежит в столе, этот проект Это фраза прямо с того мероприятия, откуда мы приехали Он, на мой взгляд, изначально был очень осмыслен Очень необходим и важен И, в общем-то, на мой взгляд, он был подготовлен для того Чтобы в нем присутствовали исключительно разумные подходы Которые были бы востребованы в регионе Ведь в нашем законе, по сути, не было каких-то норм и правил За исключением одного Давайте мы скажем, что мы будем заниматься проектом по поддержке местных инициатив Инициативным бюджетированием Не только в форме этого проекта, но и в других формах народного бюджета Возможно, какие-то новые формы придумаем Во-первых, скажем, что мы будем заниматься им ежегодно Из года в год Гарантированно Гарантированно, да А второе, то, что мы в своем бюджете будем ежегодно предусматривать одну сумму Ну, потому что сложно заниматься проектом, на который не предусмотрены средства Или средства эти, они как-то, скажем так, разделены в периоде И, соответственно, ты работаешь, работаешь, работаешь А потом тебе говорят, денег нет Очень тяжело Это очень важно в отношении людей Давай простой пример приведем Это все равно, что с вашим домашним семейным бюджетом Если ты не знаешь, будет у тебя завтра деньги или не будет у тебя завтра деньги Ты не можешь ничего планировать Ни ремонт, ни покупку там чего-то, ни поездку там куда-то Ни вообще свою жизнь дальше И даже учиться этому не захочешь Потому что какой смысл учиться, если я выучусь, а потом буду ли я применять эти знания Это для Кировской области в момент разработки закона, проекта В момент его доработки, в момент разговора Было самым ключевым элементом Это самым элементарным, скажем так, моментом здравого смысла Потому что два года назад вообще не было бы понятно, будет продолжаться Оно и сейчас непонятно Оно и сейчас непонятно, потому что мы провели собрание Мы на сегодняшний день понимаем, что в проект следующего года деньги заложены Заложены ли они в проект 2021 года, в проект 2022 года Это очень сложно на самом деле И, к сожалению, те, кто в курсе, те, кто знают, им очень тяжело с этим жить Вот люди начинают, например, в какой-то деревне или в селе ремонтировать водопровод И они не могут ремонтировать весь водопровод на все село Они вынуждены бить его на участки И дальше вопрос, а где важнее? Где дыру заткнуть важнее? И если у тебя нет гарантии, что через год, через два, через три Вы тоже можете участвовать в ППМИ То получается, что улица, например, какая-нибудь там советская Получит водопровод А следующая улица космонавтов не получит водопровод И как соседям скидываться тогда? Ведь там же софинансирование есть Да, и мы можем еще разобрать слово «инициатива» Потому что, в общем-то, у нас, к сожалению, приходит к тому, что инициатива наказуема Потому что если ты проявил инициативу, провел работу, а водопровод итоговый не отремонтировался То это лучше было бы и не начинать То есть это, к сожалению, вот такие моменты, они, ну, скажем так, они могут быть решены нормативно-правовым путем То есть в том числе с законом Что ты имеешь тогда в виду? Он не устарел, этот закон, и ты считаешь, что в Кировской области нужно его принять? Для Кировской области он нужен и актуален То есть в каждом регионе есть своя, скажем так, культура, своя традиция, свой подход к появлению инициативного бюджетирования Потому что главное, в чем сходятся все профессионалы, в том, что это не должна быть сверху насаждаемая обязательная культура Потому что инициатива, в общем-то, как и любовь, не требует насилия над собой И в этом плане у каждого есть определенный свой путь В некоторых регионах, как шутят некоторые профессора от инициативного бюджетирования, да? В некоторых регионах есть закон, но инициативного бюджетирования нет Почему? Потому что там закон обладает определенными, ну, всеми характеристиками законов Там определение, там есть сумма, которая заложена Но там есть некоторые элементы, соблюдение которых и внедрение которых очень тяжело И исполнители этого закона, ну, как бы игнорируют очень многие моменты, выхолощивают цели И в результате просто есть дополнительные деньги, которые распределяются среди муниципалитетов По не совсем справедливым правилам и по тем проектам, в которых инициатива может быть не население, в общем-то А просто это затыкание бюджетных дыр в администрации Вот баланс между проблемами муниципалитетов, которые на сегодняшний день существуют Повсеместо в глубинке, там, в Российской Федерации И поддержанием жителей неравнодушных и активных Это нахождение требуется как раз за счет правовых норм Соблюдение баланса между легитимностью, ну, вовлеченностью жителей Чтобы они получатся в дискуссии, в обсуждении, в всех процедурах, связанных с выбором, с контролем И правомощности, потому что законов, извините меня, как бы столько много Что даже профессионалы-то их зачастую, ну, не могут все соблюдать Прервемся на полминуты и продолжим разговор в особом мнении с Михаилом Шевелевым Это программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занькова Своё особое мнение высказывает Михаил Шевелев Руководитель офиса альянса консультантов инициативного бюджетирования в Кировской области Вообще этот альянс сейчас работает на всю страну То есть эксперты работают на всю страну И можно сравнивать ситуации в разных регионах Уже просто не со слов, не с документов, а по воочию увиденному, услышанному Поучаствовав в этом во всем Значит, закон в Кировской области актуален И ты считаешь, что его обязательно нужно принимать Почему в таком случае до сих... И это, кстати, было заявлено на перевыборах руководителя общественной палаты В этом году в Кировской области Что общественная палата будет этим заниматься Настоит на его принятии Но я, как сейчас общественная палата, могу сказать, что он даже не обсуждался Этот вопрос там на пленарках как-то там публичный, не двигался никуда И, честно говоря, я что-то не видела, чтобы такая дискуссия разворачивалась где-то в СМИ Или на каких-то круглых столах Почему такое происходит? Я вам более того скажу Мы в этом году даже не заявляемся на ведение секции по инициативному бюджетированию в рамках Гражданского форума Который организует общественная палата Мы в течение ряда лет регулярно проводили, организовывали встречу с участием всех профильных отраслевых министерств Министерств финансов, министерств социального развития, министерств внутренней политики И подводили к некоторым итогам это обсуждение, в общем-то, входило в резолюцию Но, на мой взгляд... Почему нет? Почему в этом году не участвуете в Гражданском форуме? Потому что мы решили, что данный вид, скажем так, общения, он неэффективен То есть мы сами будем принимать участие Мы придем на секции, мы будем работать в других секциях Мы это консультанты Говорить о том, что форматы, инструменты инициативного бюджетирования Могут помогает различным слоям общественности и некоммерческим организациям Как ими пользоваться, будем рассказывать Будем рассказывать о возможностях, но не в рамках своей секции Потому что, действительно, для нас очень мощным толчком была возможность Использования законодательной инициативы общественной палаты Но, к сожалению, я не знаю, в силу политических ли причин В силу ли недостатка веса с точки зрения законодательной инициативы общественной палаты В силу каких-либо других причин Но мы видим, что этот путь на сегодняшний день не работает Поэтому мы не будем... А где мы видим заинтересованность вообще в развитии ППМИ в Кировской области? В каких слоях? Вот общественная палата, судя по тому, как она сейчас не двигает этот закон Выражает низкую заинтересованность в развитии процесса Но я по-другому вывод не могу сделать Ты, конечно, свой вывод сделаешь Региональное правительство и губернатор не выходят на обсуждение С инициативой обсуждения этого закона Депутаты областного законодательного собрания не выходят с инициативой обсуждения Он кому вообще нужен тогда? Я думаю, что он нужен... Этот процесс и эта дискуссия? Он нужен президенту Российской Федерации Владимира Владимировичу Путину Когда он приехал и на совещании, посвященном развитию муниципального местного самоуправления Которое проходило в Кирове Сказал очень много добрых и лесных слов о реализации проектов По поддержке местных инициатив народного бюджета в Кировской области Я думаю, что... И есть его вообще большая заинтересованность в развитии диалога между властью и гражданами Потому что это декларируется... Это мы видим по прямым линиям С тех пор это декларируется везде Во всех документах, посланиях, в прямых линиях, в отчетах каких-то там Держи, я правильно понимаю, что пока первое лицо региона не скажет, что закон нужен Вообще ничего не произойдет? Понятно Еще один аспект инициативного бюджетирования Хотелось бы, чтобы ты оценил тоже его перспективы В связи со всем, что мы сейчас обсудили Было заявлено руководителями тоже Не в том числе, а в первую очередь Заместителем представителя правительства Первым заместителем Дмитрием Александровичем Курдюмовым Который отвечает за весь социальный блок Этот на медицину, образование и социальная политика Что в Кировской области будет реализовываться Инициативное бюджетирование для школьников Сама инициатива хороша или нет? Что с инициативным бюджетированием для школьников? И второе В связи со всем сказанным По поводу, по-моему, для взрослых Это реализуемо вообще в Кировской области При такой фактической Заинтересованности властей Знаете, на сегодняшний день У нас настолько многообразное И сложное И интересное законодательство Что, конечно, реализуемо При этом у нас есть уникальная возможность На мой взгляд Сделать это не просто как картинку Пиар-имидж Что делают многие регионы на сегодняшний день А можно сделать действительно цельный Законченный процесс Вовлечения школьников Как в проектную деятельность Так и в местное самоуправление Так и, собственно говоря В развитие патриотизма И понимание того Как устроена местная жизнь В Российской Федерации У нас есть для этого абсолютно все основания Я уже говорил в эфире Когда по телефону связывался На мой взгляд, идея очень качественная Очень здравая Очень возможная Ее очень просто можно реализовать Я могу даже сейчас придумать Несколько форм, как это можно было делать Но самое простое И давайте, знаете, я про что скажу В этом году, когда я ездил В паре населенных пунктов В районных центрах В Кировской области Да, не познакомился Скорее поближе пообщался Может быть с главами И узнал совершенно потрясающую вещь Главы ходят к школьникам В свои школы И рассказывают о том Чем они занимаются И школьники их не отпускают Потому что Им становится это настолько интересно Настолько необычно И настолько не соответствует Их шаблонам восприятия власти Что они, пообщавшись с главами Вдруг начинают понимать Что это не просто Как бы некий представитель власти Который ленточки разрезает Там на линейках выступает И так далее А то, что за ним стоит Огромнейший хозяйственный плац Финансовый плац О том, как Собственно говоря Наш муниципалитет Нищий Финансируется И существует И исполняет свои полномочия Как он взаимодействует С гражданами С предпринимателями С государством В лице Правительства И так далее Естественно Им это интересно Им это необходимо знать И этот процесс Я вообще предложил Очень просто Я говорю Вы попробуйте Давайте проведем Мы с вами в пилотном режиме Несколько Занятий Со школьниками Могу я приехать Как школьный учитель Я представляю Что это такое Вот И мы можем с вами На уроке проектной деятельности Которая у вас есть В рамках программы Провести серию мероприятий Которая в итоге Приведет к созданию Школьниками проекта Для своего Населенного пункта А затем уже В рамках обычных механизмов Собраний Опросов Конференций Этот проект Точно так же Может быть представлен На обсуждение И выбран для реализации В рамках проекта Поддержки местных инициатив Или в народном бюджете Или в любом другом Подходе Ведь школьники Это Мне очень понравилось выражение Обладают Взглядом в будущем Формирующим Пиксели будущего То есть То о чем они говорят Сегодня Нам взрослым Зачастую Вообще непонятно То есть Просить их о том Как должно быть Работать Общественный транспорт Я вас уверяю Там появится Совершенно Необычное предложение О которых мы Может быть Даже не задумываемся Даже считая себя Профессионалом В этом деле Потому что Для них Они уже для себя Многие проблемы Решили Современного Как бы скажем Там Коммуникации Взаимодействия Передвижения Решения Там Каких-то Финансовых вопросов И Эти решения Они так или иначе Будут потом Транслировать В своей жизни В своем укладе А соответственно Они будут выражаться И в укладе Любого городского хозяйства Поэтому Это не просто Как бы Нужно или не нужно Можно или нельзя Это необходимо делать И это делается А то как это Воспринимается Школьниками Студентами Ладно Школьников не хотим Там по каким-то Юридическим причинам Потому что им Голосовать нельзя Там да Ну давайте Мы тогда возьмем Студентов И в конце концов Любой проект Он состоит Из замысла И реализации Так мы На этапе Это замысла Их легко Можем привлекать Да и на этапе Реализации Можем привлекать Просто Они всегда Могут это делать Вместе со взрослыми Да Михаил Шевелев В программе Особое мнение Тут выяснилось Миш Что по сравнению С другими россиянами Кировчане Хотят жить Слишком мало Исследование Провел Негосударственный Пенсионный фонд Сбербанка Я цитирую По нашему сайту Эхокирова.ру В крупных городах Страны Людей спросили О том Какую продолжительность жизни Они считают нормальной И оказалось Что кировчане Хотят жить Примерно 79,5 лет И это на 7 лет Меньше Средней Желаемой Продолжительности Жизни По стране На 7 лет Вообще Я вспоминаю Сразу Как физиологи И психологи Делят Человеческую жизнь Циклами Вот она 7 лет И на 12 летний Это целый цикл Жизни Они так Раз И говорят А дальше Мы не хотим Жить Мне кажется Просто кировчане Самые умные Самые Подготовленные В жизни У них Очень хорошее Мировоззрение Что за ирония Сейчас Не зря ведь говорят Что если вы хотите Увидеть Россию Будущего Приезжайте в Киров И вы увидите Потому что мы Не Россию Будущего Ну да В каждой шутке Есть доля шутки Но на самом деле Иногда мне Почему-то кажется Что это так Есть Это же Разве нет В этом трагедии Я сейчас Без иронии говорю 7 лет Жизни Дальше 79 Сил Нет Больше Жить Это Патриотизм Что Потому что В данном случае Мы экономим Пенсионный фонд Да А в этом смысле Это Опять же Наверное Вот если 7 летний цикл Мы откидываем Последний цикл Доживая Чтобы не быть Обузой для детей А вот это вот Как раз Есть такой термин Да Время доживания Опять же Мы же не знаем С вами кого После серьезной болезни Если Если действительно Брать как бы Глубинку Вот Ну я не буду Сравнивать там Кировчан с другими Я не думаю Что мы хуже Лучше других Я думаю Что это ошибки Абсолютно Статического Параметра Ошибки на 7 лет Социологии На 7 лет Михаил Вот если меня спросить Я честно говоря Сбербанка Опросил Все регионы Присутствия А где не присутствует Сбербанк У меня вопрос А опять же Давайте так Сбербанк Средняя продолжительность Жизни желаемая 87 лет У нас головной офис Нижегородской области Как они подошли Кировской области Может быть По остаточному принципу Денег не хватило Соответственно Опрос произвели Как где? К Нижегородской области А там и не хотят жить больше Ну я честно Я не готов Это обсуждать И не считаю Это каким-то Серьезным Элементом Для того Что мы Более себя Не любим И не хотим жить Нет Мы может быть и нет Но скажи пожалуйста Неужели это не звоночек Для властей Кировской области Вот эта статистика Что люди Не видят Перспективы жизни За 79 годами Вообще Для меня даже удивительно Что они видят И 79 Разве это не звоночек? Давайте так Я не очень хорошо слышу Ну это моя личная особенность Как бы Наушники надеются Что были Нет Я в данном случае Не применительно к вопросу А применительно к власти Власть тоже умеет Не очень хорошо слышать И как угодно Ты не извини Если они не захотят Услышать Они это не услышат И с этой позиции Мне кажется Конечно Я могу Сказать Ну достаточно Жесткие вещи Мы очень терпеливые люди Мы очень Долго Готовы Терпеть Ради там Наших детей Ради нашего будущего Ради того Чтобы в следующем поколении Жило их лучше Может быть Это каким-то образом Связано Как раз Наши особенности Жителей Вятского края Я допускаю Что такая особенность Существует Здесь у нас Ну Живется Мне кажется Спокойнее Чем во многих Других регионах Это и по бюджету Видно Это и по инициативам Видно Но жить не хотим Долго Несмотря на все Спокойно Мы может быть Именно поэтому Не готовы себе Поставить больше планку Прервемся на полторы минуты Это особое мнение Михаила Шевелева И мы продолжим Очень скоро Особое мнение На 101FM Михаил Шевелев В программе Особое мнение Руководитель Альянса консультантов Инициативного бюджетирования Так я тебе сегодня представляю У меня же в микрофон Работает Светлана Занько Ну вот Долго жить мы не хотим В Кировской области А зато памятник Сталину Поставить хотим Аж два целых памятника В памятник Сталину Хотят поставить коммунисты К юбилею победы К юбилею победы Великой победы В Великой Отечественной войне Планируют они поставить Этот памятник В детском парке Орлова У орловских коммунистов План на возрождение Такого монумента Еще в райцентре Ну вот в райцентре есть В детском парке Он должен появиться А еще в поселке Демьянова Два памятника Сталину А потом будут покупать Вот не знаю Вот не знаю А может быть извлекать Откуда-то Была же история Когда извлекали Из болота Мне вот это интересует Видишь ли ты В этом какие-то Знаки Знаки времени Очень Как бы сказать Прагматичный цинизм Вижу То есть Что есть у коммунистической партии На сегодняшний день Ну я не буду смотреть Кто у руля Как бы да Но что у них есть У них есть Определенный электорат Который за них голосует То есть в принципе Для них это Самая святая вещь В политическом Ну скажем так Пространстве Причем Главное чтобы проголосовали Что дальше будет Уже Ну скажем так Не столь важно За время там Последних 30 лет Новейшего Капитализма Я думаю что И не сдерживание Своих обещаний Вот каким образом Можно привлечь Электорат На свой уровень Как бы говорить О благосостоянии О повышении Об обещании Вот тех людей Которые будут голосовать За памятник Сталину Условно говоря На следующий выбор Я смысла не вижу Потому что Это люди Которые по сути Остались за бортом жизни Они чаще всего Проживают В сельских территориях Они чаще всего На сегодняшний день Находятся За чертой Как бы скажем так Достатка Они Чаще всего Ностальгируют По тому времени Когда были молоды И для них Этот образ О том что Тогда было все хорошо Это некое спасение И соответственно В данном случае Коммунистическая партия Делает все очень Классически Правильно Выверенно И точно Покупает места Покупает памятники Устанавливают Публикуют Об этом информации При этом То как лично Относятся эти люди К личности Сталина К тому что он делал И так далее Вы их простите Они же промолчат Это как максимум Я думаю что Вот В Кировской области Не будут говорить Так рьяно И не будут топить За то что Тогда было все хорошо И репрессии Это правильно Здесь будут аккуратны Но Сделать Вот с точки зрения Некой модели Которая Нацелена На затяжение Результата Все возможное И все законодательно Разрешенное Все делают Ничего личного И к сожалению Это прослеживается Во многих Абсолютно Моментах Когда Сами люди Само общество Даже Избиратели Они остаются После Голосования Ну в общем-то За чертой Скажем так Интересов Интересов А ты помнишь Как у Юрия Дудявка В прекрасном фильме Колыма Родина нашего страха Говорили Потомки Репрессированных Да Репрессированных Умерших Там же на Колыме Дети Что Поднимали Их родители Рюмки За Сталина И в общем Мотивом Было то Что Сталин спас От полного Уничтожения Страну Да Вот от Гитлеровской Вот этой Страшной Чумы И нашествия Потому что Он спас От полного Уничтожения То есть Чего люди хотят Чтобы их полностью Не уничтожили От кого-то Закрыться При этом Испытывать Все-таки Чтобы кто-то Боялся Потому что Сталин Все-таки Страх внушал Безусловно Вот Это очень Кружная тема Да Вернемся Дудь Выпустил Новый Такой Около Документальный Фильм Двухчасовой Практически В этом стиле Да Двухчасовой И посвятил он его Нашим ребятам Кировским Они Выходцы С 33 Когда-то Канала Так или иначе Все с ним Были связаны Это ребята Которые делали Реутов ТВ Юмористическое шоу В 2009 Году И чуть дольше Ты посмотрел его И какое у тебя Впечатление Для меня Это открытие То есть Я К сожалению Не был С ними знаком Я не был знаком С этим творчеством И Для меня Это в общем-то Некое восхищение И честно говоря Многие фразы Которые они говорят В Фильме Частое упоминание Города Кирова Их поведение Их изменение Ну скажем так Жизненном плане Да То как они Почему уехали Как они там Обосновались Почему там Расстались Почему Сегодня занимаются Несколько иными делами Для меня Это очень близко А сейчас Просто назовем Ребята Сергей Мезенцев Владимир Маркони И Михаил Федоров Частники Да И мне Они настолько Симпатичны И настолько В этих образах Я где-то узнаю Наш круг Скажем так Да Это ребята Которые Всегда Любят слово Любят шутку Любят Действия Любят быть нестандартными Креативными Любят запускать Проекты Которые В общем-то Ну Часть Большая часть Окружающих Покрутят Уиском Вам это зачем А спустя 10 лет Признают Буквально Прорывом И очень знаковым Проектом В масштабах Всей страны Ну Это наверное Удел очень многих Людей Я очень рад За ребят За то что Они сегодня Еще В расцвете Сил В таком В хорошем Пожитивном Жизненном Тонусе Обладая Перспективами Достаточно Существенными Развитиями Получает Новый импульс Но что Существенного Все-таки Ты когда Мы говорили До эфира Действительно Сказал что Был очень впечатлен И сказал что Это очень Наше Кировское Что ты имел Ввиду Я наверное Имел ввиду Мировоззрение И некую Как правильно Сказать Форму Некого Воспитания Отношения К жизни То есть Они К жизни Относятся Достаточно С одной стороны Просто С другой стороны Профессионально С третьей стороны Очень цельно То есть И Самое главное То что Эта история Не про деньги Вот В этих Всех Моментах Где Они Несмотря ни на что Занимаются Своим делом Стараются Ищут Совершают Какие-то Нестандартные Шаги Как они Совершили По отношению Каналу Два на два Взяли Сами Придумали Ролик Отправили На канал Сказали Что это Про вас И на следующий день Получили звонок Да Но при этом Они говорят В этом фильме Каждый из них Говорит Отвечая на вопрос Юрия Дудя От России Для веселых людей Или нет Они говорят Россия Для грустных людей И при этом Еще говорят Что все Что за пределами Москвы Находится Это один Большой Сплошной Киров Для грустных людей Я Сам часто улыбаюсь И Иногда Когда я улыбаюсь Искренне По отношению К людям Я вижу Что меня Воспринимают Действительно Как Несколько Человека Старающегося Понравиться Нежели Человека Просто хорошо Отначающегося К этому Человеку И При этом Как бы Я понимаю Что если я Начну Разговаривать с ними Со звериной Серьезностью И Скажем так С некоторыми Понтами То я Наверное Достигну своих целей Гораздо Проще Быстрее И Ну Скажем так Понятнее Скажем так Это вот То о чем Ребята Тоже Говорили И стану Понятен Тем собеседникам С которым Я общаюсь Но В чем Интересно Вот как раз Этих-то Ребят В том Что они Сохранили себя То есть И несмотря Ни на что Они как бы С этой улыбкой С этим Приколом С этим Подходом И Причем Он очень Проработанный Посмотрите Там Если посмотреть фильм Как они Методологически Стали подходить К юмору Как они Стали Они же Участвуют В форумах В обсуждениях В Исследуют Природу Тех или иных Явлений У нас Это сплошь и рядом Вот в нашем Кругу Когда мы Собираемся Экспертными Советами Обсуждаем Какие-то там Новшества Тенденции Просто везде Даже в караоке Иногда То есть Мы Это обсуждаем Мы стараемся Действительно Понять А когда Мы начинаем Понимать Это начинается Использоваться И вот этот круг Людей Которые Мы-то в теме Он Очень Как бы Интересен И хорош От этого Очень тяжело Уйти И когда Они переезжают Многие Переезжают И говорят Что в Кирове Ничего нет А там Они имеют Возможность В этом Есть Тоже Достаточно Большая Доля Смысла Истинности И действительно Наверное Каких-то Возможностей Я К сожалению Вынужден Признать Определенную Правоту Слов Моего близкого Друга Знакомого Который Не совсем Давно Уехал Из Кирова Москву И как-то У меня тут Одну из встреч Я разгадал Киров Я говорю Ух ты Вот эта заявка На Мировое Философию Мировоззрение Он говорит А в Кирове Ничего нет В этом Вся разгадка Кирова Может быть В этом Действительно Разгадка Потому что Когда ты Ищешь В том Чего нет И при этом Находишь Ты становишься Человеком Который Может выжить Хоть где Я могу Сказать Что человек По сравнению С Кировом Построивший Бизнес Реальный Работающий В Кирове Он может Работать Абсолютно Везде Во всем Мире Он будет Автоматически Успешен Нам всегда Есть от чего Оттолкнуться И при этом Мы же К любовью К нему Относим Они Заметят Сколько раз Произносят Слово Киров Само себе Произношение Как бы Того Что они Не забывают Откуда они Они подчеркивают Откуда они Это Знаете Как нам Москвичи приезжают И типа Ну что Как тут у вас Ой у нас Все плохо Ага Вам скажи Что у вас Все плохо Вы так С горой Встанете За свою Ну так скажем Деревню Которую вы называете Что мы Вообще Почувствуем себя Ничтежистыми Потому что У вас действительно С точки зрения Человека Есть очень много Всего А кроме Человека Нет ничего Получается Я могу Раскрыть Конечно Когда я спрашивал Мне сказали Ну ты посмотри А кто принимает Решения в Кирове А в отношении Чего в Кирове Принимают А какие есть Местные Ну скажем так Экономические центры Которые принимают Решения в Кирове Назови Хотя бы одно Большое Крупное Достойное А кто появился Из Кирова И не уехал И остался в Кирове Вот я сейчас Прокомментирую По поводу Экономических центров У нас на прошлой неделе Был большой эфир В развороте на бизнес Его можно сейчас Почитать В газете Бизнес-новости Посмотреть на сайте Где Присутствовали В лицах Эти центры Вот единоличные Такие центры Экономической мысли Бизнесмены Там был Бизнес-омбудсмен Азис Агаев был Бывший член ВТП Вавилов Бывший Бизнес-омбудсмен Усенко был Который там Вецепрезидент ВТП И все они говорили Что их мнение Вот этих бизнес-сообществ Экономических сообществ Не учитывается При принятии решений И законодательных актов Каких-то Вот обсуждали Мы конкретно Там повышение НТС И так далее Кто принимает Решение Вопрос Мы сейчас Вот так А не есть Эти бизнес-центры Экономические мысли Есть Но ее никто не слышит И она оказывается Никак не влияет На процессы А вот эти ребята Кстати Тоже говорили Про Самоограничение То есть По сути Ну Может Не совсем там Может у меня так Сложилось много Ты тоже участвовал В этом эфире По телефону Ты тоже в этом эфире По телефону Участвовал Да Я кстати тоже Я уж не стал На это обращать внимание Я вспомнила И обратила Вот Но Как правильно сказать Там Одна минута осталась Сформулируй мысль Давайте я лучше На потом оставлю Потому что Вы прошла мысль На самом деле И Сейчас очень сложно Восстановиться Мы безусловно Продолжим этот Конечно продолжим Этот разговор О принятии решений Мы с этого начали Когда говорили Об инициативном бюджетировании Это ведь тоже вопрос В первую очередь Принятие решений И вопрос того Слышим мы друг друга Или не слышим Как понимаем Нужды друг друга Мысли У нас есть все Институты Которые По сути Не глупая Рабочая И наделенная Полномочия Почему При этом Мы всегда Задаемся вопросами А кто должен Принимать решения У нас губернатор В отдельных случаях Не принимает решения Пикерзак Собрания Не принимает решения Общественная палата Не может принять решения Институты Объединения Предпринимателей Не могут принять Никакие решения Никто Никого друг друга Не слышит В этом большая проблема Михаил Шевелев Это его особое мнение Мы сегодня слушали Спасибо тебе большое Приходи еще Микрофон работала Светлана Заньков Всем хорошего дня Особое мнение На 101FM